Из материалов, которые были произведены на этом заводе, возвели сотни объектов республики и далеко за ее пределами. Торговые центры Казани и Москвы, физкультурно-оздоровительные комплексы Нижегородской области, Ледовый дворец Чувашской столицы, крупные фермы в районах. Для их строительства применяли разработки чебоксарского предприятия ВСК. Здесь производят кровельные панели, башенные опоры и стальные колонны. Ноу-хау завода, конструкции из пенополистирола. Спрос на эти материалы растет с каждым годом. Перспективы есть, в принципе. Сейчас крокольные конструкции многие строят. И кто не хочет кирпичом, бетоном зарываться? Значит, наши производители, опять же, строительных конструкций, то есть жилых вот этих панелей, в середине же у них пенополистирол, вот они приобретают, ССК приобретают, затем ДСК приобретают, другие предприятия. То есть технологичные, нормальные. В последние годы на заводе провели масштабную модернизацию цехов. Недавно здесь установили и станки плазменные резкие. Сейчас производственные мощности позволяют изготовить металлоконструкции любой формы. Есть цеха новые, есть где цеха реконструируются. И перспектива, можно сказать, у вас очень хорошая. То, что сейчас мы посмотрели, то, что у вас на самом деле гарантированные государственные заказы по линии Министерства обороны Российской Федерации, наши предприниматели заказывают. И практически, и вы, строительцы жилья, сами тоже участвуете. Это очень важно. Гарантированные заказы появились и у завода Кетра. Сейчас здесь производят более 15 видов кирпичей. Строительную продукцию реализуют и за пределами республики. Сушится до какой влажности снижение съемки масштабного? 70% влажности убирают. Два процента, которые касаются, да. Два процента, да. И потом уже раз заказывают. Для производства кирпичей на этом заводе используют сырье с местных карьеров. Из глины удаляют камни, потом ее измельчают, прессуют и сушат при температуре 100 градусов. Материал обжигают специальные печи, только тогда кирпичи становятся прочными. За многие процессы на заводе отвечают роботы. Их закупали за рубежом. На замену привычным материалам приходят и вот такие бетонные плиты. Благодаря высокопрочной арматуре можно производить блоки любой длины. На Чебоксарском заводе ЖБК номер 9 их начали выпускать только в прошлом году. Но здесь уже появились постоянные покупатели из других регионов. Мы активнее работаем с проектировщиками и с проектными группами для внедрения наших продукций в проекты, которые готовятся для реализации на территории Чувашской республики. Во-первых, это качество. Во-вторых, это то, что гибкость, то, что длина плиты может составлять 10,8 метров. То есть, соответственно, любой длины, под любой размер. На предприятии уверены, что спрос на новые плиты в ближайшие годы вырастет в разы. Их производят в современном цехе. Технологии позволяют постоянно наращивать объемы. Вообще, строительная отрасль сейчас нуждается в новых материалах. Заводы, где их уже производят, будут выигрыши. Предприятиям просто необходимо ориентироваться на потребности рынка. У нас более 50% всех производств строительных материалов. Основных, я имею в виду, это железобетон, кирпич. Теплодизационные материалы еще имеют старые технологии. И мы их включаем в отчетность, говоря об общем показателе. Но не говорим о качестве, о качестве жилья, о качестве продукции, которую мы возводим. Новые заводы по выпуску строительных материалов в Чувашии открываются каждый год. Сейчас в республике производят собственные кирпичи, габаритные панели, клинкерную плитку и даже композитную арматуру. Отдельные виды товаров не имеют аналогов Российской Федерации. И мы в дальнейшем планируем расширить рынок сбыта и более масштабно представлять продукцию, экспортируя уже за пределами Российской Федерации. Использование энергосберегающих передовых технологий позволяет экономить семейный бюджет наших граждан при уплате уже жилищно-коммунальных услуг. В этом году в республике откроется еще один новый завод по выпуску материалов из сборно-монолитного каркаса. Подобные проекты позволяют региону удерживать высокие объемы производства. Редактор субтитров А.Семкин